Проблематики специальной военной операции для российского общества. Путин едет в Минск. Понимаете, да, какой разворот событий. Если гора не идет к Магомету, то что Магомет идет к горе? Теперь гора это Лукашенко. Если Лукашенко по свистку раньше прилипали по щелчку пальцев, щелкал каблуками на ковре в Кремле, то теперь Путин вынужден лететь в Минск для того, чтобы уговаривать Лукашенко. Вот такая вот смена парадигмы в внешней политике Российской Федерации. Смотрите, еще особенность такая. Лукашенко по непроверенной, неофициальной информации, вчера даже Лукашенко пытался сорвать визит Путина в Минск. Почему? Потому что некоторые источники говорят, что охрана или окружение Лукашенко передавало в Москву сигналы о том, что Лукашенко заболел, что у него грипп, и что он себя очень плохо чувствует. А вы же знаете, что Путин очень боится ковида, гриппа и всего остального. У него своих болячек хватает, ему еще осталось только ОРЗ подхватить. Ну мы с вами на это только надеемся и уповаем, но он как бы боится. А тут, даже после таких, будем так говорить, неформальных сообщений, окружение Путина заявило никаких проблем. Путин едет, съест витаминку и едет все равно от Лукашенко. Это говорит о том, что огромные проблемы в Кремле. Огромные. Едет, скорее всего, за несколькими вещами. Во-первых, уже Министерство обороны Российской Федерации заявило, что окончательную характеристику боеспособности, имеется в виду армии Белоруссии, и боеспособности подразделений, командование даст на завершающем этапе согласование после проведения батальонных тактических учений. То есть, сейчас, когда армия Белоруссии закончит внезапную проверку боевой готовности войск, и у них предстоит целая серия батальонных тактических учений, на основании которых российское руководство будет делать выводы о боеспособности армии Белоруссии. Ну, это к вопросу, будут они участвовать в войне или нет. Думаю, что могут провалить белорусские военные, могут провалить тактические учения, не получить там позитивные оценки и, соответственно, продолжить учения в плане подготовки к участию в войне. В принципе, все укладывается пока что в парадигму Лукашенко. Но есть еще несколько вопросов, как мы уже ранее с вами обсуждали. Это, скорее всего, Путин будет уговаривать Лукашенко помочь материально, в плане, вы знаете, да, что госзаказ на пошив формы для российских солдат в Белоруссии размещен, в том числе. И Беларусь шьет сейчас форму для российских солдат. Технику поставляет Беларусь свою со складов, и боеприпасы тоже свои со складов, плюс ремонтирует технику, которая приходит из Российской Федерации. Ее ремонтирует, и она опять уходит в Российскую Федерацию, но уже не в глубинку, где она хранилась, а на Донбасс, где ведутся активные, наиболее активные боевые действия. Так вот, такую поддержку. И второй момент, это политическая поддержка. Политическая поддержка, которая может быть связана с тем, чтобы Лукашенко не объявил о выходе Беларуси из ОДКБ, и максимально, наверное, будет уговаривать прекратить переговоры с Западом. Ну, и то, и другое бесполит. Кстати, вот это, на мой взгляд, и формирует такую сильную переговорную позицию Лукашенко на сегодняшний день перед Путиным. То, что теперь Путин зависит полностью от Лукашенко. Он не может его убрать, потому что нет гарантии, или непрогнозируемое становится развитие ситуации в самой Беларуси в этом случае. Если вдруг Лукашенко исчезает по какой-либо причине, и что там произойдет, Путин не может гарантировать. Кто первый, Запад, добежит до Минска или Москва. Вот, поэтому он не может его убрать. А с другой стороны, он теперь и давить на Лукашенко не может. Потому что, да, ну, перекроет Россия газ и нефть Беларуси. И что дальше? Есть рядом страны Балтии, есть Польша, есть Украина, через которые можно качнуть туда нефть и газ, в случае, если Лукашенко, допустим, выходит из политического блока с Москвой и закрывает границу с Российской Федерацией. Вот и все. И если Лукашенко объявляет о развале, выходил из ДКБ, оттуда сразу уходят Армения, Таджикистан и Казахстан. Все, организация развалилась. Путин остался один на один с западным миром. Чем он будет пугать Запад? Своими сарматами, которые еще находятся в стадии конструкторской разработки и сделали только первый пробный отрыв от земли. Так что, вот такое положение. Это объясняет, почему именно Путин едет в Минск, а не Лукашенко в очередной раз летит в Москву. Вот такая вот на севере Украины развивается внутриполитическая ситуация между Украиной и Россией.